Нету. Мы пользуемся холодной водой. Омоетесь где? Омоетесь мы у знакомых, у родственников. Если же банный день дома, приходится ставить воду на огонь. Семья Ольги Чемеевой живет в деревянной двухэтажке без удобств. От подруг Сокольчанка узнала, что в их районе заработала отремонтированная баня. Уже завтра собирается туда с дочкой. Сейчас, как сказали, что баня у нас есть, будет каждую неделю работать, каждый день. Будем, естественно, ходить в нашу баню. Новую муниципальную баню открыли сегодня на улице Куйбышева. Для города, где горячая вода в доме считается роскошью, события немаловажные. В городе 1200 жилых домов и только в 30% домов имеется горячая вода. И особенно летом, когда возникает вопрос отключения для проведения ремонтных работ. При открытом паре, когда просто пар подается и получается как туман, 6-8 месяцев, все гниет. То есть при сыром паре. Это старое помещение бани. В воскресенье здесь мылись последние посетители. Условия нечеловеческие. Сгнившие доски, отваливающаяся плитка, грибок и плесень. В новых же отремонтированных парных чисто и уютно. Пол был серый бетон, наверное, коричневые стены, коричневый кирпич. Все, то есть вот этого, что вы сейчас видите, этого ничего не было, соответственно. Первых посетителей здесь ждут уже завтра. Работать баня будет с четверга по воскресенье. Одно отделение для мужчин, другое для женщин. Одновременно здесь смогут мыться 40 человек. Исполняющий полномочия главы администрации Николай Дубов сегодня лично поддал парку. Ну, я думаю, что будет для любителей здесь очень хорошо, если любители оценят. Баня топится дровами, и именно сохраняя русские традиции, то есть пар от камней чистый, хорошо прогревается, и можно париться. Любители пара это оценят очень. Недорого топить дровами? Нет, намного выгоднее, чем подавать или электроэнергией, или, как вот было раньше, острым паром. На ремонт город не потратил ни копейки. Все затраты взяло на себя муниципальное предприятие «Сокол Жилком». Новые хозяева уверены, впервые эта баня перестанет быть убыточной. Теперь вместо неэкономичного пара обогревать помещение будет горячая вода с котельной. А это позволит сократить расходы в четыре раза. Мы смонтировали теплоузел, поставили теплообменник для горячего водоснабжения бани. Ну, надеемся, что покупаемость какая-то будет. Несмотря на затраты на модернизацию, цена для посетителей останется прежней – 150 рублей за одно посещение. Баня полностью готова. Нынешним ее хозяевам остается только отремонтировать фасад, благоустроить территорию и доделать кафе, чтобы после посещения парной каждый сокончанин смог испить чаю или квасу. Александр Соколов, Алексей Романов. Новости Вологды и Соколы. Готово. Полиина. Продолжение следует...